Едем в скейт-шоп покупать шкурку для Холли Новопенни Воле не совсем скейтовом амплуа, но зато это очень красиво и романтично Езжай вперед Мне кажется, это очень прикольно выглядит А то раз Аня не хочет сниматься, мне пришлось Олю привлечь Вы же хотите, чтобы у нас были девчачьи лица, катающиеся на досках А то мою рожу уже, наверное, надоело всем смотреть А тут у нас красота на канале Красивая доска и красивая Оля видит, красиво улыбается Что может быть прекрасней В общем, у нас такой момент, вопрос и запрос подписчикам к нашим У нас кончились визитки и нам нужен дизайнер, который бы взялся нарисовать Ригнал макет такой, чтобы в нем оказалась суть того, что мы делаем А для этого нужно с нами связаться и предложить свои услуги А мы можем предложить вам бартер За хорошую визитку я готов подарить базовый курс человеку по борду Или пароли комиссии по актуально Как-то так Спасибо Хочешь на фоне красивушек засветиться? Множество своих отражений пытаешься увидеть, да? Потому что они слишком быстро меняются Так, мы сейчас зайдем в скейтшоп Выберем шкурку И наклеим ее на пене Детский клуб Помочь? Хочешь тебе ручку приделаем? Так, кстати, прикол Я продал людям Икарус свой предыдущий на Авито Мне позвонили, связались мы И его продал там за 7,5 тысяч что ли Или за 8 В прошлом году А потом я нашел его на Авито Объявление Уже там за 15 что ли продавали И прикол в том, что к нему приклеили ручку сбоку Из веревки, чтобы удобнее было носить Такого я просто извращения не видел никогда Это было очень смешно И вот сейчас я об этом В контексте алкоколя носит, вспомнил Но Оля не хочет никаких лямок и ручек Так, здесь мне надо уже будет подшипники, скорее всего Или поменять, или промыть И вот мы Тут у нас Сигурни Уивер, собственной персоной Привет! Привет! Такой прикол Короче, выбирали шкурку И нам предложили Шкурка называется Магомаев Не знаю почему В конверте лежит набор небольших листов Разные гаммы цветовой Вот и даже такая шахматная И можно самому комбинировать рисунок Поперек лучше Есть еще такой вот другой А, сейчас интересный тоже Магомаев Короче, мы сейчас посмотрим И выберем что-то интересное Мне концепт сам нравится Что ты можешь взять, грубо говоря, набор Для детского там творчества, условно говоря И подобрать себе Воперек тоже Лишнее все Вот, тут же К чем никто не заставляет О, и Павел пришел Павел, помахай рукой Это Василиса, известная звезда тоже Тик-Ток и Тик-Так Да Павел, раз ты здесь Давай покажем музей Это просто смотри его В музей вернулись экспонаты Которые были на ВК-фесте И теперь здесь Можно прям Что-то интересное увидеть Вот тут матрица Я так понимаю Для скейта Чтобы выклеивать Самому из шпона Это Это трамплин какой-то, по-моему Он ставится как Пусковая остановка для миномета Такой с другой стороны Вот Также есть такая интересная штука Сзади велосипедное колесо А спереди подвеска скейтовая И можно без руля Велоскейт Велоскейт Да Это я придумала Молодец Ему уже лет 20 С названием Но будем считать Что я его заново открыл Так Вот тут доска Я могу открыть И на нем проехать Ну вот проехать Я тебя сниму Ну тогда я не знаю Папа себе разрешит Кто снимет Вот доска С реактивным двигателем Хотя это просто По-моему Какая-то из них Прям даже работала Он это всю жизнь собирал Вот здесь типа сопла Два баллона Хотя я не помню рабочие или нет По-моему какая-то из них реально работала Делали заезд такой Выглядит конечно бомбически И такая же штука с огнетушителем И вот Огнетушитель Так Это электроскейт Ну это по-моему современный уже бустер Что так называем Да это современный Так А все это вообще Современная должность Это понятно Это доски старые Кстати у меня такая была Тяжеленная Это китай борт Один в один Практически такая же У меня расслоился Таял очень быстро Потому что здесь какой-то очень Хреновый этот Клен Или что это клен вообще Она весит как Наверное Это кто у нас Что за кот Короче я ее с трудом держу одной рукой Она весит Килограмма 4 Очень тяжеленная Это вот такие были Типа для советских людей Постсоветское точнее Пространство Вот первые намеки На то Какой был скейтборд в Америке Такие по мотивам Это классическая эта форма Вот Что тут еще А это ледовый скейт Но он по моему не Поворачивает А был где-то Сейчас если я найду Где прям были снегурки Эти приделаны на подвеске И можно было поворачивать Это я все рассказываю Что помню сам Потому что возможно я Не все правильно вам пишу Это тоже Кстати вот это Не знаю то что она металлическая Алюминиевая Она по весу Как вот это вот Китайский Знаете как у нас На этих прямо На оборожках Скейтовые подвески Это кто-то явно делал Мне кажется сам На заводе Фрезеровали И вот тут даже Наваренный Тейл Забавно очень выглядит Что-то нет здесь Кто будет в Питере Советую Зайти Сюда И Посмотреть Собственно Собственно Глазно Так можно выразиться Это кстати Вираж Классический Собственно Прототип Но уже поздних лет Выпуска Причем он Новый А нет Этот Наверное Катанный Немножко Это нет Новый Здесь На колесах У него С завода Шла такая Накатка От литье Видно Мелкие Насечки На камеру Они фокусируются Здесь Я пальцем провожу Как по этим Как переливный календарик Такие Мель Про грани И Это Это Уже Пластик А до Этого Были Гетинакс То есть Там Из бумаги По моему Пропитанной Смолой Тяжеленные Такие Были Это Уже Полегче И Из Интересного Здесь Подвески Настраивались По Ширине Базы Прилене Точнее То есть Причем Плавно Вот эти Болты Разжимались И На Платформе Вот этой Внизу Они Крепятся А верхняя Часть Скользит По этим Прорезям То есть База Смещается Плюс Минус Вот Насколько Сюда Можно Делать И То же Самое Здесь То есть Я Помню Что Я себе Любил Максимально Короткую Базу И Можно Было И И Было Там Всякие Делать Трюки Этот Момент Мне Казалось Что Это Круто Интересно Сейчас Я Уже Конечно Люблю Немножко Другой Баланс Сейчас Я Уберу Назад Это Все Виражи Это История Бренда Дэк Который Мы Разыгрываем Это Вот Собственно Оттуда Все Пошло Это Вираж На На Колесах Явно Не Вираж Орских Это Уже Кем То Катаны А К вам Вот Это Да Вот Это Тот Самый Гетинакс При Ударах Он Слоился Так Неприятно Вот Волокнами Такими И Он Тяжелее Заметно Более Такой Звонки У меня Был Именно Такой Я Когда Пластиковый Вышел Я Уже Тогда На Другом Катался У меня Был До Рула Сейчас Я Даже Может Ее Найду Вот Это То Что Многие Кто Советское Время Катался Помнят Первые Доски Вот Кстати Это По-моему То С чего Я Начинал Свой Путь В Году В 83 Или Втором Не Помню Первый Раз Попробовал Да Вот То Что Я Описывал В Одном Из Виде Смотрите Никакого Литья Просто Из Здесь Забавно Конечно Сделан Вертикально Практически Колеса С очень Жесткого Полиуретана Практически Как колеса Для чемоданов Того Времени Она Как-то Поворачивает Так Сейчас Посмотрим Что еще Тут Есть Да Вот Самодельный Скейт Восьмидесятых Это Как раз Деревяшка Вот Здесь Почти Такой Же Дату Металлический Посмотрим Тут Есть Ли Туда Сказ Порт Это Уже Более Поздних Наверное Хотя Нет Эти Две Одинаковые По конструкции Хочу Найти Где Уже У нас А вот Литье Появилось Первое Наверное Так Это У нас Да Это Рулла 5 Помню Эту Доску Тоже Она Считалась Культовой В свое Время Рулла 6 Чем Отличалась Она Имела Множество Короче По Три Положения На Каждую Подвеску Можно Было Менять Базу Это Очень Удобно Было Так Это Доска С Небольшим Киктейлом Не Помню Как Она Называлась Помню Что Было Название А Вот Да Точно Доска Роликовая Спортивно Фигурная Прям Помню Название Полтинник Она Стоила Моего Приятеля Такая Была Паша Есть Тарула 6 Коллекции Синенькая Лунная Пополам Вот Там Вот Вот Это Да Есть Где У меня Была Одна Коричневая Ролла Вторая По-моему Темно-зеленая Это Ролла 6 Остатки Точнее Сейчас Посмотрим Прям У меня Ностальгия Нет Это Пятая Скорее Всего Потому что На шестой Точно Была Изменяемая База Это Пятая Ролла Это Кстати Я считаю Что Из Советского Всего Что Делались Ролла Самая Была Качественная Из Всего Что Я Круть Это Алюминий Литой И Резиновые Накладки По Греб Тейп Такой 29 Рублей Металл Как ощущение Что это На заводе Где Мясорубки Отливали Там же Еще Вот Такие Дуски Делали Так Еще Очень Забавная Штука Смотрите Пластиковая Доска Решетка Короче Рассказываю Реальную Историю Год Наверное 89 Был 90 Я катался На своей Руле И Человек Приехал Парень Какой-то Вот На такой Доске И Говорит Дай прокатиться Он Говорит На Я на нее Прыгаю Серединку Так Вот И Из одной Доски Получается Две В общем Очень Неловко Получилось Она Лопнула Пополам Думали Как Починить В итоге Сделали Два Уголка Алюминиевых По-моему На болтах Как бы Элемент Жесткости И дека Просто Была С опорой На них Это Вот Доска Со Снегурками Про Которые Я говорил Сейчас Уберу Видите Здесь Уже Подвески Которые Могут Поворачивать Не буду Вытаскивать В общем На ней Даже Катались В этом Году На Катке У нас Ребята Так Это У нас Снова Скейт Не очень Интересно Что это Не совсем Про Асфальт Это Зимние Виды Спорт Так Что-то Прямо Супер Интересное Найду Покажу Мне кажется Самое Основное Все Показал Паш Сейчас Некогда Он бы Может Экскурсию Провел Сам Это Как Хозяин Всего Этого Больше Б Рассказал Мне Главное Что Рассказал Про Доски На Советском И Постсоветском Пространстве Что у нас Было Тут В основном Представлен Хотя Самый Большой Музей Скейтбординга Вот он В Минске Там Наверное Штук 50 Разных Досок Советского Производства Там Прямо Интересно У нас В России Наверное Это Самое То Что Мне Известно Вот Наверное Пока Я на этом Прекращу Экскурсию Свою Потому что Я не очень Хороший Экскурсовод И Перейдем Мы К выбору Шкурки Вот Еще Кто Вспомнит Откуда Вот Эта Дека Вот Кроме Карверов Этих Точнее Сюрфскейтов Паша Заказал Партию Досок Типа Пенниборд В чем Прикол Здесь Что Мне Очень Нравится Прокрытие Soft Тач Очень Приятное Для рук Смотрите Еще Сочетание Цветов Интересное И Такое Же Покрытие Гриповое Пластик Снизу Я не знаю Покрыто Ли Это Чем То Либо Это Прямо Такой Вот Материал То есть Нет Ощущения Что Это Легко Скатается Я Ногами Вставал Она Прилипает К Подошве Из-за Этого Очень Ощущение Контроля Вот Мне Прямо Захотелось Такую Себе Я Думаю Что Паш Попрошу Если Он Даст Мне На Обзор Я Сниму На Обзор Прокачусь И Расскажу Впечатления Свои Вот Пенни Это Такая Смешная Штука Маленькая И Так Все В кабель Уже Закрывают Для Какого-то Мероприятия Всех Через Турникет Но Мы Успели Все Наши Дела Сделать До Давай Красиво Едь А ты Едь На здоровой Хочешь Я Тебуду Катить Я Только Стой Я Тебуду Катить Катить Смешная 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну, я ее разбалтывал сам, когда что-то показывал на ней При этом я еще везу Олю и контролирую ее скорость и окружающую обстановку Очень интересный такой квест на внимание А с этой точки зрения, почему я про это говорю Очень важно, чтобы тело основные задачи решало самостоятельно, не требуя вашего оперативного внимания То есть нельзя постоянно думать, что сделать в следующую секунду Как за рулем машины Поэтому отрабатываются рефлексы А тело их использует Мозг стратегически мыслит Планируя маршрут метров на 50, а то и на 100 вперед Это более грамотный подход, я считаю Именно его я и исповедую Так, где нам, а вот машинка у нас там Сейчас мы кусочек ровного асфальта, красивого проедем С удовольствием Наслаждаясь этим красивым городом Вечерним солнцем Ну, вечер уже, хотя и не Это бывший Мурвокзал Вон там наше авто Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!